Друзья, всем привет! Сегодня 19 апреля 2023 года. В этом видео хочу вам показать, как я выращивала тыкву-гигантика. В этом году я приняла участие в конкурсе по их выращиванию. И еще я состою в клубе тыквоводов-гигантоводов. В этом видео хочу вам показать самые значимые моменты при выращивании тыквы-гигантика. Ну и в конце, конечно, я скажу, с каким весом мне удалось вырастить тыкву, и что по итогу с ней стало. Итак, начнем. Самый важный момент, это, конечно, приобретение семян. Семена я приобрела от двух разных тыкв, по два семени. По итогу на конкурс мне нужно будет выставить только одну тыкву, второе семя, то есть второе растение, это будет для страховки. Мало ли что при выращивании может случиться. Как я уже сказала, сегодня 19 апреля 2023 года, и я семена ставлю на проращивание, на теплый коврик, просто вода, без каких-либо стимуляторов. Еще такой очень важный момент. Условие этого конкурса в том, чтобы тыкву-гигантика вырастить только на органических удобрениях и применение препаратов биологических. То есть совсем без минеральных удобрений, то что, в общем, я люблю. Семена, как я уже сказала, поставила на прорастание. Они у меня проросли 21 апреля 2023 года. И 21 апреля я, конечно же, их посадила в горшки. На этом фото тыква уже взошла, развернулась и медульные листья. Появляется первый настоящий лист. Все растения я вынесла в теплицу, чтобы они закалялись. Рассада не вытягивалась. Имела насыщенный зеленый лист. Тыква, конечно, у меня подписана пока под номерами 1, 2, 3, 4. В дальнейшем, конечно, каждой тыкве будет дано свое имя. Периодически я выношу тыкву из теплицы на улицу. Ну, а дальше я вам уже буду показывать те кусочки видео нарезки, которые я снимала при выращивании. Сегодня 25 мая, Московская область. Я высаживаю тыкву в количестве двух растений. Тыкву зовут Аврора. Значит, скопала я этот участок, разровняла граблями, уложила доски, чтобы не топтать землю, я по ним буду ходить. Сделала две лунки, достаточно больших, потому что я их буду заправлять. Сейчас покажу, чем. Это перепревший конский навоз, два года ему. Это перегной, тоже лежавший. Это вот по такой тачке я буду в каждую лунку закладывать сейчас. Это перепревшая березовая листва. Я собирала на своем участке позапрошлой осенью, складывала в мешки, и она уже вот таким образом перепрела. Здесь, смотрите, микориза, поэтому микоризу я добавлять не буду. Этого будет достаточно, я думаю. Это 60-литровый таз. Вот пол таза в одну посадочную яму, половина в другую. Это почти 15 литров золы. Я разделю тоже на две посадочные ямы. И биогумус в каждую посадочную яму я буду, ну, примерно сыпать по 2 литра биогумуса. Здесь у меня маточный раствор фитоспорина. Грамм по 30 буду разбавлять в ведре и пролью тыкву. Ну, вот, собственно говоря, сами саженцы. Вот такая тыква. Листы крупные, красивые. В трехлитровых горшках они растут. Приготовила еще, также принесу солому. Я буду мульчировать соломой возле посадочного круга. Вот такой участок сейчас буду высаживать. В трехлитровых горшках они растут. Второй куст тыквы Аврора я также высадила. Поставила дуги. И буду на ночь закрывать укровным, пока у нас не сказать, чтобы ночи теплые. Плюс 12, 10, это максимум. Вот, в один слой, может быть, даже в два. Закрою и придавлю камнями. Пусть растет. Так, сегодня уже 9 июня. Я буду подкармливать первый раз тыкву гигантика Аврора зеленым удобрением. Значит, как я его готовлю? У меня стоит 200-литровая бочка в теплице. Я порубила крапивы, добавила чуть больше пол бочки. Пол ведра конских каштанов. Перемешала и оставила на неделю бродить. Все, удобрение у меня уже готово. Я сейчас просто это удобрение освобождаю от растительных остатков, от конских каштанов. Вот это все я добавляю, подкладываю под деревья. И остается у меня вот он, маточный, грубо говоря, раствор. Я беру 1 литр, буду растворять этот литр в 1 лейке с водой и проливать каждую тыкву. У меня 2 куста. И вот по 3, наверное, а может быть даже по 4 лейки буду вливать под каждый куст. Ну вот у меня банка, она пол-литровая. Набираю маточный раствор. Здесь я уже налила в лейку воды. И по 2 банки в каждую лейку. Так, вот она тыква Аврора. Один куст. Вот он второй. Я сейчас прям с лейки буду поливать. По 4 лейки буду лить. Не только под корень, но и вокруг. На лисе я не лью, только по земле. Сегодня 7 июля. Московская область. Я буду опылять тыкву. Женский цветок. И закрыла мужские. Несколько штук. Вот таким образом прищепка. И сейчас буду производить опыление. Так, вот у меня готовы мужские цветы. Я открыла женские. Таким образом сейчас. Так, все я опылила. Посмотрим, что получится. На этой тыкве еще одна тыква будет. Я буду опылять сразу несколько. Я закрыла. Наверное, завтра будет опыление. Еще одна. Всем привет. Сегодня 26 июля. Московская область. Хочу вам показать, как на сегодняшний день выглядят тыквы-гигантики. Опыляла я ее 7 июля. То есть сегодня 20 дней после опыления. Вот так тыква выглядит. Подложила под плеть утеплитель, чтобы ветка не соприкасалась с тыквой и не деформировала ее. Ну, вот так вот. Установила поддон. Накрыла укромным материалом. Это иглопрогубной материал. Но он мне не нравится. Потому что, когда идут дожди, а они у нас идут сейчас каждый день, этот материал намокает и впитывает в себе воду очень сильно, как тряпка. И долго просыхает. Ну, потому что дожди идут каждый день. Вот хочу, как мне посоветовали, накрыть сюда фольгированный материал такой есть и сверху подушку песка. И уже затем уложить на эту подушку вот эту тыкву. Посмотрим, получится у меня это сделать или нет. Потому что тыква довольно-таки большая. К выходным я буду делать замеры на калькуляторе, чтобы примерно понимать, сколько она уже весит. Значит, здесь сконструировали такой домик и сетка. Но сетка здесь, знаете, не от солнца, потому что солнца у нас нет, а больше от ураганного ветра он у нас уже за это лето был трижды. Вот чтобы хоть как-то защитить тыкву от ветра и от птиц, и от животных. В общем, вот так вот. Всем привет! Сегодня 10 августа, Московская область. Это тыква Аврора. Выглядит она на сегодняшний день вот так. Шрамы заживают, сухие, я слежу за ними. Замеры я еще не делала, чтобы узнать приблизительно вес этой тыквы. На выходных буду замерять домик. У нее вот такой деревянный, сколотили сами, сетку для притенения накинула, и здесь у меня мешки это так от дождя, ну и для притенения. Вот такая зеленая масса от тыквы Гигантик. Я уже никак не формирую плети, потому что здесь очень сложно разобраться, что откуда идет. Также не борюсь уже с травой, потому что это уже нереально тоже. Это чистая поле, заброшенный огород, и здесь я выращиваю тыкву гигантик. На листьях, на нескольких плетях у меня есть желтые листья вот такого плана. Я не знаю, от чего это, но я думаю, что это от перепадов, температурных перепадов. Но это только вот несколько плетей таких, а так, в принципе, листва хорошие тыквы. Ну и к слову, об уходе за тыквой практически каждый день удаляю молодые завязи. Очень много завязывает вот этих мелких тыкв, приходится обрывать их постоянно. Тыкву очень давно ничем не подкармливала, ни такой возможности по времени. Единственное, что сегодня только что, сейчас начало седьмого, солнце уже практически садится, я обработала фитоспорином АС. Это усиленная защита растений от грибных и бактериальных болезней. Здесь перечень, против каких заболеваний работает фитоспорин АС. Обработала сейчас, пока еще есть солнце, потому что хочу, чтобы листва тыквы высохла и ушла сухой в ночь. Я разбавила значит 40 миллилитров этого препарата, разбавила в опрыскивателе. Здесь у меня 9 литров и ушло на обработку всей этой зеленой массы у меня два таких бака. Вот. Вот такой препарат. Имеет не очень приятный запах, но это живые бактерии, поэтому здесь инструкция, все есть. Расправление очень мелкое, ушло всего лишь два бака на обработку вот этой всей зеленой массы. Вот на сегодня пока все. Сегодня 17 сентября, Московская область. Меня не было на участке две недели. Конечно, за это время тыкву никто не подкармливал. Подкормки у меня органические. Крайняя подкормка была в июле месяц с зеленым удобрением. Все. За это время, пока меня не было, тыкву даже никто не поливал. Единственное, перед отъездом я, конечно, обработала и показывала это на видео, это фитоспорином золотая осень, 10 мл на 10 литров воды по листьям несколько раз с интервалом примерно 3-4 дня. по приезду по приезду я также обработала фитоспорином золотая осень в такой же пропорции по листьям. Это чтобы не было мучнистой росы, всякого рода заболеваний, так как в Московской области очень сильные туманы, но листва чистые, довольно хорошо выглядит для этого времени. Листья старые подсыхают, в общей массе очень даже неплохо. Это тыква Аврора. Домик, который здесь я сооружала, я его убрала. Сейчас я просто в часов шесть накрываю тыкву, прям всю тыкву закрываю это укрывным материалом и сверх клеенкой, чтобы не ложился на саму тыкву туман. И утром часов в девять я открываю, когда туман уходит. Вот и все. Вот и весь сейчас уход за тыквой. Итак, друзья, сегодня 30 сентября 2023 года, Московская область, очень важный день, мы срезаем тыкву. Нас вместе с тыквой Авророй пригласили поучаствовать в осенней городской ярмарке. Мы, конечно, тыкву городу предоставляем совершенно бесплатно, только администрация города помогает ее вывести, то есть доставить до ярмарки. мы ее там красиво украсим, чтобы люди могли пофотографироваться, ну и, конечно, в конце будем ее разрезать и совершенно бесплатно раздавать людям. Вот такую красавицу мы вырастили в этом году. Об этой тыкве Авроре был снят уже сюжет на местном телевидении, и нам удалось вырастить тыкву массой 200 килограмм. тыкву, как я уже сказала, мы перевозили силами администрации, то есть был вызван манипулятор, аккуратно на поддоне ее подняли, все хорошо прошло. Это фотография уже с самой ярмарки, где мы разрезали тыкву, люди многие фотографировались с ней, разрезали и раздали тыкву в течение, по-моему, 25 минут, то есть очень быстро. Семена я не раздавала, я их складывала в ведро отдельно, дома уже промыла, почистила. Семена у тыквы гигантика довольно-таки крупные, я их просушила, кошку поела с удовольствием тыкву, кое-что отдали курам. Тыква гигантика, довольно-таки вкусная тыква, сок получается не больно оранжевый, такой больше желто-оранжевого цвета, вкусная. Так, вы сейчас посмотрели небольшое видео, как я выращивала в этом году первый раз тыкву гигантика. По итогу конкурса я заняла всего лишь шестое место, но я очень довольна, потому что это был первый опыт выращивания. Возможно, что в следующем году я также буду принимать участие. если вам понравилось это видео, оценивайте, подписывайтесь на YouTube канал, заходите в Telegram канал, там тоже довольно-таки интересно. Я вам желаю всего самого хорошего и всем пока!